В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте. В начале выпуска информация о смертельной аварии, которая произошла в Калининском районе Новосибирска. Под колесами иномарки погибла женщина. Около полуночи 30-летний автолюбитель на Хёнде ехал по танковой. Почему-то не обратил внимания на знаки, светофор и не стал тормозить перед разметкой. Машина на скорости сбила пешехода. Женщину экстренно доставили в больницу. Но травмы оказались тяжелыми, пострадавшая скончалась. Ее личность пока не удалось установить. При себе не было документов. На вид около 50 лет. Водителю грозит уголовное наказание. Еще одна смертельная авария произошла сегодня в Октябрьском районе Новосибирска. Погиб пешеход. Мужчина, вероятно, решил сократить путь и перебежать дорогу в неположенном месте. Вот только на поток машин он даже не посмотрел. В этот момент к участку приближался троллейбус. Шофер не смог вовремя затормозить. В результате ДТП мужчина 1983 года рождения получил травму несовместимой жизни. На месте ДТП работает наряд ДПС. Следственно, оперативная группа устанавливается обстоятельство происшествия. Другой смертельный инцидент случился в Бердске. Иномарка съехала с дороги и врезалась в забор. Причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя. 62-летний мужчина управлял Тойотой. Скорость была небольшой. Неожиданно легковушка съехала в кювет. По нашим данным, у водителя оторвался тромб. Потому он потерял контроль над ситуацией. Медики пытались реанимировать мужчину, но он скончался в машине скорой. Неудачность течения обстоятельств привела к серьезной аварии на левом берегу Новосибирска. Во дворе многоэтажного дома на Ватутино Тойота в буквальном смысле впечатала женщину в дверь. За рулем Хайлендера сидел 72-летний водитель. Вероятно, он перепутал педали газа и тормоза. Иномарка на большой скорости поехала назад. Как раз в этот момент из подъезда выходила пожилая пара. Мужчине повезло, его не задело. А вот 68-летняя женщина оказалась зажата между машиной и дверью. Очевидцы говорят, ей оторвало ногу. Пенсионерку экстренно госпитализировали. Медикам удалось стабилизировать ее состояние. Сотрудниками госавтоинспекции вынесено определение возбуждения административного правонарушения по статье 12.24 КОП РФ. Остательственное водительное состояние опьянения проводилось на месте дорожно-транспортного происшествия. Стояние опьянения не подтвердилось. По данному факту проводится проверка. 15-летний подросток взял у родителей машину и устроил на ней серьезную аварию, в которой сам же и пострадал. ДТП произошло в Ленинском районе мегаполиса. К глубокой ночью школьник ехал на Солярисе по площади энергетиков. Водительских навыков не хватило. Юноша не смог справиться с управлением при повороте. Хёндес сначала врезался в бетонный блок, а затем перевернулся. Подросток получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали. Согласно части 3 статьи 12.7 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, передача прав управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, влечет наложение административного наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Подростку, управляющего транспортным средством, без права управления грозит постановка на профилактический учет в комиссии по делам несовершеннолетних, а также в подразделении по делам несовершеннолетних в органы внутренних дел. 14-летняя девочка угодила под машину в Дзержинском районе города. Сейчас ребенок в больнице. По нашим данным, школьница сама спровоцировала аварию. Она выскочила на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Водитель Тойоты не успел среагировать, благо скорость была небольшой. Другой инцидент с несовершеннолетним произошел на улице Голощука. Женщина случайно закрыла в машине трехлетнего сына. Ключи остались в салоне, автомобилистке пришлось вызывать спасателей. Бойцы МАЗ за несколько минут вскрыли замки и освободили пленника. Помощь медиков не потребовалась. Суд пожалел многодетную мать и не стал отправлять ее за решетку из-за серьезного ДТП. Женщина сбила пешехода прямо на разбедке и скрылась с места происшествия. Инцидент произошел в марте прошлого года. Девушка вместе с собакой переходила проезжую часть по правилам. Внезапно на участок выскочил красный Киа. Пострадавшую экстренно госпитализировали. Питомец погиб. Водителя вскоре нашли. Им оказалась многодетная мать. Женщина утверждала, что сбила только животное, поэтому не посчитала нужным восстанавливаться. Суд назначил ей 3,5 года условно лишения прав и обязал выплатить пострадавшей 395 тысяч рублей компенсации материального и 1 миллион морального вреда. Еще один автомобилист в скором времени окажется на скамье подсудимых. Мужчина систематически садился за роль пьяным и пытался скрыться от правосудия в соседнем городе. 34-летний житель Новосибирска ранее трижды был судем за вождение под градусом. Прошлым летом он снова попался инспектором ДПС на том же нарушении. Во время следствия правоохранители установили, что лихач все время катался на автомобиле своей матери. Хонду он попытался фиктивно продать, чтобы избежать конфискации. Сам же перестал отвечать на звонки дознавателя и уехал в Красноярск. В итоге мужчину объявили в розыск и задержали. Иномарку арестовали. Материалы дела отправили в суд. Водителю грозит до трех лет лишения свободы. Жители Октябрьского района массово жалуются на состояние тротуаров и проезжей части улицы Московская. Снег тает, но в воде уходить некуда. Появляются глубокие лужи. Садик 303 на улице Московской. Ежедневно вот эта история. Люди пытаются здесь переплыть, потому что перейти никак невозможно. Люди по дороге ходят. Это все нужно устранить. Люди подошли к пешеходному и перейти не могут, потому что невозможно перейти. Вы только посмотрите, насколько скрывает просто. Как человек здесь может перейти? А сейчас внимание. Отдел регистрации транспорта в Калининском районе Новосибирска будет работать по новому адресу. Подразделения решили переместить из-за многочисленных просьб автомобилистов. Подробности в рубрике «Эксперт». Второе регистрационное отделение МРЭО ГИБДД, находящееся по адресу Богдана Хмельницкого, 71, дробь 17, переезжает в МФЦ по адресу Курчатова, 38. Связано это с отсутствием достаточной территории для осмотра транспортных средств. Нарекания со стороны граждан, получающих госуслугу, а также со стороны неоднократных жалоб от жителей города по поводу затруднения движения в утренние часы по улице Богдана Хмельницкого занимался правый ряд для заезда именно в наше подразделение. До встречи в эфире ОТС. Базов будем оформлять.